Дзюдоистка Дильбара Салкарбек призер сразу нескольких международных турниров и в Самарской области в своей категории до 57 килограммов считается одним из лидеров. Но даже такая опытная спортсменка переживала перед региональным чемпионатом, который стал первым официальным стартом после долгого перерыва. В итоге с волнением справилась и заняла первое место. Долгая коронавирусная пауза сказалась на качестве борьбы, отмечают судьи турнира. Дзюдоисты к старту хорошо подготовились технически и физически, а вот тактику боя без регулярных соревнований наладить сложно. Судить же поединки после паузы тоже непросто, но арбитры, как и спортсмены, готовились к возобновлению чемпионата в режиме онлайн. Мы провели два онлайн-семинара в закрытом режиме, то есть мы постоянно отправляем и обсуждаем броски, ситуации, которые встречались на соревнованиях ранее, либо с каких-то международных соревнований. То есть мы постоянно ведем общение онлайн так же, как и все. При этом за безопасность своего здоровья спортсмены не переживали. В соревновательную зону допускали только со справкой о тестировании на коронавирус. На входе у всех замеряли температуру, зрители пришли со средствами индивидуальной защиты, на трибунах соблюдалось социальное дистанцирование. Очень большая работа была проведена. Все соревнования проводятся по всем стандартам, по всем рекомендациям, они все соблюдены. У нас есть чистая зона и грязная зона, чистая зона туда заходят только те люди, которые предоставили справки на ковид-19. Это тренера, спортсмены, представители всех, у кого есть справки. У кого нет справок, тоже есть возможность поприсутствовать на соревнованиях, но это уже на трибуне. Федерация Самарской области подзюдо – одна из немногих в стране, кто все же решился на проведение соревнований. Теперь на чемпионатах ПФО и России волжане будут иметь дополнительное преимущество перед теми, кто до сих пор не имел достойной соревновательной практики. Конечно, преимущество. У тех ПФО будет первый старт, а у нас уже это второе, все равно это уже немножко втянулись, уже как бы лодку разогнали, скажем так. И это уже более такой серьезный старт, и вот эти соревнования являются подготовительными к ним. Соревнования подзюдо шли пять дней. Лучших определяли среди детей в возрастных категориях до 13 лет, до 17 лет, среди юниоров до 18 лет, до 21 года и среди взрослых спортсменов. Победители и призеры турнира войдут в сборную Самарской области. Лариса Шлафаст, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.